Возродиться как феникс из пепла сумела самая популярная военно-спортивная игра миллионов мальчишек и девчонок Советского Союза – знаменитая зорница. После долгих лет небытия она вновь расправила крылья во Всемирный день авиации и космонавтики. Фатима Даурова стала очевидцем выхода зорницы на новую траекторию. Локация. Станица Зеленчукская. Правый берег реки Большой Зеленчук. Время сбора – 10 утра. Поляну, утопающую в весенней зелени, оглашает гимн России. Участники подпевают главной песни страны. После ребят приветствуют первые лица районной администрации, кураторы проекта и специальный гость, приглашенный к этому событию. Николай Константинович Шолухов, ветеран космодрома Байконур, участник запуска Юрия Гагарина в космос. Очевидец первого в мире полёта человека к звёздам поделился воспоминаниями. Начинается подъём. Взрывается ракета, дрожит земля. И под словами Юрия Алексеевича Гагарина «Поехали», ракета поднимается ввысь. Мы выбегаем из бункера и смотрим, как наша красавица ракета набирает высоту и ложится на определённую траекторию. На новую траекторию легла и любимая всеми пионерами Зорница. Нулевой точкой, началом отсчёта. Возобновление самой популярной игры пионеров Советского Союза знаменитой Зорницы стал сегодняшний день. И сейчас команды соревнуются в разных дисциплинах, показывая своё мастерство в завязывании узлов, в быстроте розжига костра, сборка и разборка автоматов. И к концу сегодняшнего дня судейская коллегия должна определить, какая же команда оказалась самой лучшей. Самая массовая игра 20 века впервые призвала школьников Зеленчукского района поучаствовать в незабываемом марш-броске с препятствиями в виде различных военно-спортивных дисциплин, которые им нужно было пройти быстрее и лучше всех. Всего в ней участвовали более 200 детей из 23 школ района. Девушки наравне с ребятами, а может быть и даже лучше, в чём-то проявляли своё мастерство. Оставалось три дня до соревнований, и меня начали мальчики готовить со школы. Было много порезов на руках, там слёз много, пока я готовилась. Ну, потом в итоге научилась. Результат меня очень удивил за три дня. Я разбиралась, собиралась за 21 секунду. Вот, неполная разборка. Игра прошла в два этапа. И если первый был ориентирован на стратегические и технические дисциплины, то второй этап демонстрировал умение ребят выживать в походных условиях. Тут тебе и установка палатки на скорость, организация бивуака и, конечно же, умение кашеварить. Вот смотрю на детей, им нравится. Дети вообще горят, глазки горят у всех. Общаются между собой. 23 школы. Это больше 150 детей со всех школ. Детям нравится. Пилотная версия возобновлённой игры вызвала бурю положительных эмоций как у самих участников, так и их наставников и зрителей. Взлёт оказался лёгким. Особенно для команды из второй школы станицы Зеленчукской, которая и стала победителем. Фатима Даурова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкисия.